Как известно, именно француженки всегда считались образцом стиля и красоты. Женщины были готовы пойти на любые жертвы, лишь бы сформировать себе, так сказать, красивую фигуру. Теперь же стало все совершенно иначе. Француженки начали полнеть. Мир перевернулся и совершенно недавно на обложке стильного, а можно даже сказать, что самого авторитетного модного журнала появилась модель нестандартной внешности 52-го размера одежды. Наша сегодняшняя гость Екатерина Жаркова. Модель нестандартная, но это не помешало ей сделать карьеру в модельном бизнесе и даже наоборот поспособствовало успеху. Кать, доброе утро! Я очень рада, что ты заглянула к нам с утра. Я знаю, что живешь ты не в России уже. Слава богу, да? Где? Потому что именно там можно делать карьеру модели с нестандартной фигурой. Живу я в Нью-Йорке. Живешь ты в Нью-Йорке. Ну смотри, тебе известны вот эти вот сейчас новые, скажем так, всплеск, да, моды на девушек с формами? Конечно, ведь именно я это и ощущаю, поэтому я и живу в Нью-Йорке, потому что, ну, как бы на меня есть спрос. Тем более, что девушка, о которой вы говорили в подводке в самом начале, как бы, нашей сегодняшней программы, именно моя знакомая, мы с ней работаем в одном модельном агентстве. Смотри, девушка, которая украсила сейчас обложки авторитетных модных журналов на Западе, носит 52-й размер. Да, она из Австралии, ее зовут Робби. И ты ее прекрасно знаешь? Да. И вы в одном агентстве? Да, мы вместе ходим на кастинге. Она метр восемьдесят шесть, она очень похожа на меня, честно говоря, но только немножко повыше. Кстати, ты, конечно, меня извини, но неужели у тебя 52-й размер? Да. Да ладно? Правда? Правда? Я просто так улыбаюсь, что никто этого не видит. Слушай, я тебе уверяю, знаешь, сейчас... Я специально одела белое, чтобы вы видели, что у меня на самом деле 52-го размера одежды. Блин, сейчас просто никто не верит. Вот я... Хотите сантиметр? Я знаю, что сейчас никто в этом не поверит. Смотри, я бы так сказала, что ты всегда, я тебя очень давно, много лет знаю, ты всегда была роскошной, красавицей, ты всегда была умницей, ты всегда была очень аппетитной, классной, понимаешь? И то, что ты вдруг пошла в модели, на мой взгляд, это, конечно, был правильный шаг с твоей стороны, но согласись, очень смелый шаг. Как это вдруг тебе пришло в голову пойти, в общем, с твоими размерами, с хорошими? Вы знаете, что Маша Малиновская училась со мной в одной школе? Так. Вы знаете, что Маша Малиновская каждый день говорила мне, что я должна похудеть? Да ладно? Именно Маша Малиновская привела меня в модельное агентство, подиум в городе Смоленске, в котором мы жили, и мне и там какое-то время говорили похудеть, пока в какой-то момент директори модельного агентства сказала, нет, стоп, ты модель, полная фигура, тебе 15 лет, и ты прекрасно себя чувствуешь, ты очень красивая женщина. И вы знаете, я поверила директору своего агентства, и после этого я переехала в Москву, и уже, в общем-то, я в Москве в первую очередь реализовывала себя как модель, ну и во втором случае, так как, в общем-то, я обладала некими умственными способностями, я работала на телевидении. Да. Ну, для тех, кто не в курсе, с Катей мы долго знакомы, потому что Катерина много лет работала продюсером на одном музыкальном канале, где мы вместе прожили несколько лет своей жизни. Целую эпоху. Целую эпоху, это правда. Но теперь твоя жизнь поменялась, ты уже окончательно решила, что ты модель, и теперь еще актриса. Вот скажи, какие сложности были на этом пути? Потому что, ну, согласись, все-таки нестандартные ситуации, необычные. Дело в том, что в России совсем нет модельного бизнеса, и это, наверное, самая основная сложность, потому что я очень люблю Москву, очень люблю Россию, я очень хотела бы жить здесь всегда. Да. Но для того, чтобы доказать всем русским девушкам, что модель полная фигура действительно может существовать, мне, в общем-то, пришлось уехать в Америку. Потому что именно там этот модельный бизнес развит, именно девушек из американских модельных агентств берут на обложке итальянского Vogue, либо французского Elle. И мне очень хочется показать, что и я тоже, Катя Жаркова, русская модель полная фигура, могу там появиться совершенно точно, и, в общем-то, могу работать в модельном бизнесе в Америке. Ну вот давай реалистично посмотрим на вещи. Ты востребована там как модель? Да. Да. А здесь ты была востребована как модель? Здесь у меня были, может быть, два-три раза в год съемки как у модели, и все. Здесь практически нет денег в модельном бизнесе, здесь, к сожалению, никто не хочет платить. Даже я знаю, все модели, которые имеют стандартную, в общем-то, фигуру, не могут заработать здесь на жизни. Это практически невозможно. А в Америке действительно возможно. Ты платишь налоги, то есть там совершенно другая ситуация. Там есть модельный бизнес. И, кстати, в этом модельном бизнесе практически одни русские. Кать, я вижу, что ты пришла вместе с портфолио. Можно я посмотрю? Не могу, я не похвастаться. Ой, так приятно, конечно, посмотреть. Привет. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть, наверное, четкие, ну, шикарно-шикарные съемки какие-то просто потрясающие. Это тот бук, с которым ты ходишь на кастинге, да? Скажи, есть ли у тебя сейчас, ну, как, наверное, уже жесткое условие? Ты должна теперь сохранять вот фигуру именно такой, ни в коем случае не худеть? Да, у меня всегда, на самом деле, это было. И когда я работала в Москве, в Доме моды, мне говорили, что я ни в коем случае не должна худеть, потому что коллекцию отшивали за полгода до показа, и я, в общем-то, не могла подвести своего дизайнера. Ой, Бурина, это же прекрасно, Кать. Я, честно говоря, не хочу худеть. Представляешь? Я, представляешь, живу. Ну, шикарно, шикарно, посмотри. Многи прекрасные, заметьте. Да, ну, я тебе хочу сказать, что твой пример, вот, во всяком случае, сейчас вдохновляет очень многих девушек, вдохновляет на, понимаешь, на счастливую жизнь, да, позволяет подойти к зеркалу, посмотреть на свои действительно роскошные формы и понять, что ты красивая, что ты потрясающая. И вот эта уверенность, которой женщина должна идти по жизни, она, на самом деле, делает ее красивой, правда ведь? Вы знаете, я очень много испытывала на себе неправильных взглядов мужчин, которые говорили, что я толстая, и я, честно говоря, никогда в жизни не видела в зеркале себя какой-то неправильной, и мне всегда нравилось мое отражение в зеркале. Мне было очень странно, почему люди не верят в это. Мне было очень странно, почему мне говорили в модельном агентстве в Москве, ой, девушка, что вы, вы немножко полноваты, поэтому мы вас не возьмем на работу. Слушай, ну, потрясающе, потрясающе. Кать, а вот скажи, пожалуйста, каждая ли девушка с формами может стать моделью? Вы знаете, у меня мама фотограф, и поэтому, безусловно, с самого рождения я умею фотографироваться, и я действительно, ну, как бы, что уж там, греха таить, я очень фотогенична. Да. И я могу действительно сделать несколько образов, чем быстро поменяться. Стать моделью непросто. Это нельзя просто так вот, ты получилась на нескольких хороших фотографиях, это действительно очень сложный труд. И это очень тяжелая профессия. Ну, и согласись, все-таки роскошные формы, скажем так, ну, там, уверенный, там, размер за, там, наверное, 50, да, это все-таки не имеет ничего общего, скажем так, с нависшими везде жирами и целлюлитом. Конечно. То есть надо это понимать, что если у тебя роскошные формы, это, наверное, роскошные формы, скорее всего, требуют... Я занимаюсь йогой каждый день. Да, требуют еще больших, наверное, вложений, правда? Конечно, конечно. Я занимаюсь спортом с самого детства, я очень правильно питаюсь, потому что я просто придерживаю... Я, как бы, сторонник здорового образа жизни. Мне очень нравится ощущать свое тело, мне очень нравится чувствовать мышцы. Я ни в коем случае не пропагандирую, что вы должны как-то неправильно питаться. Нет, ни в коем случае. Вы должны любить себя. Да, плюшки с утра до вечера. Да, плюшки тоже, почему бы и нет? Но главное, если эти плюшки, ну, как бы, в общем-то, в каком-то соразмерении... Если ты съедаешь 100 плюшек в день, наверное, это плохо, согласитесь. Ну, хорошо. Но если это 1, 2, 3, это, в общем-то, совершенно нормально. Я понимаю, что вот как ты поддерживаешь форму, у тебя немножко, наверное, полояльнее там все-таки и диета, и все это об этом. Я занимаюсь йогой. Я занимаюсь бихрам-йогой. Это когда ты заходишь в комнату, которая нагрета до очень горячей температуры, и, в общем-то, когда ты делаешь саму йогу, ты очень сильно потеешь. Это очень, как бы, открывает внутреннюю силу, то есть ты после этого можешь чувствовать все тело, я могу садиться на шпагак. То есть мне очень нравится быть здоровой и спортивной. И мне при этом нравится быть моделью полной фигуры, потому что, честно говоря, я сама себе нравлюсь в платье с декольте гораздо больше, чем вот я вижу худую девушку, которая одевает декольте. Потому что мне кажется, что моя грудь смотрится покачественнее. Да, это точно. Я думаю, что сейчас практически вся мужская, особенно аудитория, согласилась с этим высказыванием. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты уехала в Америку? Ну, как получилось, понятно, там больше востребована модель, как ты говоришь, полная фигура. Здесь мне никто не верил. Дело в том, что когда я работала на музыкальном канале в должности продюсера, и когда иногда мои друзья спрашивали, о чем я еще занимаюсь, я говорила, вообще я модель. Я очень хорошо могу участвовать на фотографиях, и я могу зарабатывать этим деньги. Но мне никто не верил. Я подумала, что пора уже России, пора уже, господи, городу Москве показать, что и в России тоже есть красивые девушки с формами. Конечно. Потому что Россия — это большая страна, и вся генетика, заложенная в нас, это, в общем-то, изначально мои не худышки. Да. Что уж там греха таить. Что ты сделала первым делом? Я знаю, что ты отправилась в ЛА. Я отправилась первым делом в Нью-Йорк. Нью-Йорк. На то напали. Поэтому я поехала через полгода в Лос-Анджелес. Я подписала контракт с модельным агентством в Лос-Анджелесе, и уже через полгода модельное агентство сказало мне, что я недостаточно толстая, потому что на солнышке, хайк, я действительно немножко схуднула. Я, может быть, немножко подтянулась, скажем так, и я стала еще больше улыбаться, потому что жить в Калифорнии и зарабатывать деньги тем, что ты просто улыбаешься, это действительно здорово, честно говоря. И уже через полгода модельное агентство Лос-Анджелеса отправило меня в модельное агентство Нью-Йорк, потому что мои формы в Нью-Йорке на данный момент наиболее, скажем так, привлекательны. Скажи, вот этот вот путь, который обычно все проходят, скажем так, начинающие модели и актрисы, когда ты приходишь, устраиваешься официанткой в ресторан, там знакомишься с мирами, с как-то сильными мира сего, в частности, мира Сарвина появилась там в твоей жизни. То есть все это было действительно, это все так и есть на самом деле. Да, в Калифорнии действительно очень много официантов работают, которые желают стать актерами, работают в ресторанах, это действительно совершенно нормальная история, потому что если человек о чем-то мечтает и действительно чего-то хочет, то, наверное, он готов ради этого на многое. В моей жизни сложилось немножко по-другому, потому что когда я приехала в Америку, у меня уже были достаточно хорошие сбережения, в общем-то, от того, что я смогла заработать своим умом в Российской Федерации, поэтому мне какое-то время пришлось, ну, как бы очень спокойно, пока не пришли первые деньги. Но самое главное, что в Калифорнии ты можешь познакомиться с любой звездой, которая скажет тебе здравствуйте и пригласит тебя на ланч или на обед и совершенно... и поговорить с тобой как с нормальным человеком. Ну вот смотри, в частности, ты мне рассказывала, что ты познакомилась с семьей Мира Сарвина, а с кем еще? Я знаю, что ты много лет мечтала познакомиться с Джорджем Клуни. Пока еще нет. Я жду, на самом деле, надеюсь, когда-нибудь мы, в общем-то, попадем от накида. Он тоже пока не женат, кстати. Но я уже замужем, черт возьми, и люблю мужа. Да, точно, сильно. Я видела потрясающие фотографии с вашей свадьбы. Это было понятно, что вы женились по любви. Да, да. Мы уже вместе пять лет, и на самом деле, если бы в моей жизни не было бы этого человека, то, наверное, не было бы модели актрисы Кати Жарковой. Потому что именно он поверил в мою мечту, и когда я ему рассказала, когда мы познакомились, что я хочу уехать в Америку и заключить контракт с модельным агентством, он сделал все, чтобы я это сделала. Но при этом он сам остался здесь жить. Да, да. А чем он занимается? Он работает на телевидении. Но, наверное, все-таки как-то будет перебираться к тебе в Нью-Йорк. Вы знаете, я часто летаю сюда раз в полгода, он прилетает туда, потому что, в общем-то, как бы все документы оформлены. Мы часто видимся, но на данный момент моя модельная жизнь там, а его жизнь здесь. И, в общем-то, мы можем это потерпеть, потому что наша любовь уже, ну, в общем-то, многое пережила, и я уверена, что переживет еще больше. Кать, у тебя, конечно, все нестандартно. Нестандартная судьба, нестандартная фигура. И свадьба, я видела, да, эти прекрасные фотографии, даже свадьба у тебя была нестандартная. Вот в этом твоем нестандартном, скажем так, мире есть ли конкуренция, столь привычная для всего мира? Да, ну что вы, нет, в моем мире есть множество слов «нет, Катя, сегодня опять нет», скажем так. В моей жизни множество нет, но, наверное, именно поэтому я очень сильная, и когда мне говорят «нет», мне становится даже интереснее сделать все для того, чтобы этот человек сказал мне в конечном итоге «да». Неужели не было такого вот, скажем так, минуты, ну, не отчаяния, ну, какое-то вот разочарование? Да бывает, что бывает, я пишу об этом целую книгу. Да, ты еще книгу пишешь. Вы знаете, все то, что происходит со мной в Америке, я пишу такую историю, модель Толстушки, потому что, на самом деле, я из Смоленска, и в моей жизни было очень много разных ситуаций, которые сделали меня, и мне очень хочется поделиться с теми, с тем множеством количеством девчонок, которые мечтают сейчас и живут в городе Волгограде, Липецке, Калуге, Костроме, и тоже думают, как же вот им стать звездой? Ой, как же им поедет, доехать до Америки и заключить контракт с модельным агентством, потому что все, на самом деле, очень непросто, и... Ну, какой же ты даже совет девушкам? Не сдаваться. Не сдаваться, и все-таки, если... Вы знаете, меня много раз судьба проверяла, действительно ли я хочу быть моделью в Америке. Мне первый раз в модельном агентстве сказали «нет». Ровно через полгода я решилась, ну, как бы, и поехала в Калифорнию, мне сказали «да». Если бы я тогда сдалась, наверное, бы сейчас я все еще продолжала работать на, в общем-то, музыкальном канале в должности продюсера, и это было бы тоже хорошо. Который, согласись, нас закалил. Да. Да. Может быть, даже больше, чем Америка. Ну, может быть, да. Сейчас ты приехала сюда уже как актриса. Расскажи, пожалуйста. Я приехала с американской командой. Я приехала с американской командой снимать кино, которое будет снято в Калужской области. Это русская сказка, основанная на легенде о празднике Ивана Купала. Ты играешь кого? Маму. Маму? Чью? Я играю маму. Я играю маму девочки, я играю маму... Это история о семье, в которой папа, в общем-то, сам Иван Купала, я его жена, и у нас двое замечательных детей. Это, скажем так, трагедия. Но это фестивальное кино, поэтому совсем скоро, возможно, мы... Ты будешь разговаривать на каком языке? На русском. На русском. Я буду разговаривать на русском. Это будет для русского рынка. Нет. Это для американских фестивалей. Это фестивальное кино, и, в общем-то, режиссер вместе с командой собирается победить. Значит, Лето, что теперь ты собралась, скажем так, немножко уйти в сторону от модельного бизнеса и попробовать себя в актерстве. Вы знаете, творчество, оно же такое, это же все совмещает. Я закончила университет культуры. То есть даже когда я работала продюсером, я, в общем-то, была в этой сфере, в сфере социально-культурной деятельности. Я занимаюсь модельным бизнесом сейчас, потому что это приносит деньги, и мне нужно показать, в общем-то, в России, что модели полной фигуры из России там тоже есть. Я занимаюсь актерским, потому что мне кажется, что... Ну, а почему бы меня не снимать в кино? Да, конечно. Девушка с размером 52-го одежды, почему бы и нет? Ты берешь какие-то уроки актерского мастерства или чувствуешь себе потенциал внутри? Да. Я закончила некий курс, когда была здесь в Москве с одним педагогом, это были частные уроки. Сейчас, когда у меня есть возможность встречаться с Полом Сорвиновым, он дает мне, в общем-то, свои частные уроки актерского мастерства и, честно говоря, открывает многое. И, на самом деле, актерская профессия — это большой опыт. Ты не можешь быть хорошим актером, если в твоей жизни совсем ничего не происходило. А так как в моей жизни происходило очень многое и очень разного, я была счастлива и есть, в общем-то, и счастлива на данный момент. И, в общем-то, я испытывала очень много неприятных историй, которые случались в моей жизни, и предательства, и предательства со стороны друзей. Я пережила такое, что, в общем-то, наверное, я не хотела бы поделиться, я не хотела бы, чтобы кто-то еще, в общем-то, наверное, смог испытать все то, что испытала я на своем сложном пути. Но при этом опыт тебе сейчас позволяет, понимаешь, иметь глубокий взгляд, который ты пронзаешь нас всех с экранов и, конечно же, с фотографий. Да, спасибо. Катя, я очень за тебя рада, и я искренне желаю тебе успеха, я желаю тебе стать знаменитой уже не просто моделью, желаю тебе стать знаменитой актрисой. Спасибо. Чтобы, вот знаешь, по-настоящему, а не так где-то там в эпизодах. Ну, знаете, иногда эпизодические роли играют очень большую, в общем-то, составляющую в актерской жизни, поэтому на данный момент у меня здесь в фестивальном кино главная роль, поэтому посмотрим, что будет дальше. Мы все в тебя верим, и самое главное, что, ну, понимаешь, ты этого достойна, правда, вот ты этого достойна. Каждый этого достойен, на самом деле, каждый достойен быть человеком. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была модель, актриса Екатерина Жаркова. Оставайтесь с настроением, впереди много интересного.